В сегодняшнем видео мы расскажем о самом большом кошмаре Нагорного Карабаха. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете, какого исхода в Нагорно-Карабахском конфликте боится правительство Арцаха и Армении. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе всех интересных тем нашего канала. Обязательно досмотрите это видео до конца. Новой власти в Армении достались наследство старые проблемы. Самое сложное из них – Карабахский конфликт. Это противостояние тлело на Южном Кавказе с начала 20 века и разгорелось с новой силой в момент распада СССР. Два года Армения и Азербайджан воевали за Нагорный Карабах, а затем начались приговоры, которые идут и по сей день. «Для нас важно право народа Нагорного Карабаха самостоятельно решать свою судьбу. Важна реализация этого права», – сказал Никол Пашинян. По словам премьер-министра Армении, конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем. «Если Азербайджан заявит, что готов признать право народа Арцаха на самоопределение, тогда можно будет говорить о компромиссном решении конфликта. Это реальность. Отказ Азербайджана от признания этого права не оставляет места, чтобы говорить о компромиссе», – отметил Никол Пашинян. Азербайджан должен изменить свое неуважительное отношение к переговорам, должен полностью отказаться от идеи любого военного решения и выполнить все предыдущие соглашения. «Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть частью ее территории. В то же время он заявляет, что не будет вести переговоры, собственно, с самим Нагорным Карабахом», – подчеркнул глава правительства. «Проблема в том, считает Пашинян, что Азербайджан не может претендовать на Нагорный Карабах, если не хочет обсуждать конфликт со Степенокертом. Вполне возможно, что руководство Азербайджана заинтересовано не в людях, а лишь в территории. Таким образом, становится ясно, что намерение азербайджанских властей состоит в том, чтобы очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичеване. Никол Пашинян также пояснил, что именно такое отношение Баку дает Нагорному Карабаху право говорить, что формирование части Азербайджана означало бы полное уничтожение населения Карабаха. Поэтому Карабах не должен быть частью Азербайджана, если никто не хочет допускать новых геноцидов армянского народа». «У президента Азербайджана на этот повод совсем другой взгляд. Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли», заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии «Ени Азербайджан». «Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постоянно приближаться». Азербайджанцы на самом деле не понимают, что таким образом президент поднимает лишь свои рейтинги. К сожалению или к счастью, азербайджанцев в скором времени ждет глубокое разочарование. Обязательно пишите свое мнение в комментарии под этим видео, что вы думаете о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!